Так, 10 ноября 2024 года. Чем я тут занимаюсь? В принципе, я пытаюсь гражданским, людям, которые отчаялись, украинцам, думая, что все плохо, внушить какой-то оптимизм, показать те положительные стороны, которые есть. То есть, что Россия не всемогущая, что Россия не бесконечная. Все эти наступления, они как бы... Я просто предлагаю вам посмотреть еще раз. Сейчас Горловка была захвачена в 2014 году, да? Сейчас 2024 год. От Горловки до Торецка, где сейчас идут бои, 7 километров. 7, ребята, 7. За 3 года полномасштабной войны, ну вот уже через 3 месяца будет, да? До Нью-Йорка, да? Поселка. Там вообще 4 километра. На окраинах еще сейчас наши войска. Не паникуйте. Россияне, их много. Они там экономически... Про экономику, кстати, я вам хочу заверить. Я, кстати, сегодня посмотрел такого Игоря Липсица. В феврале 2023 года он сказал. Его спрашивают, насколько же экономики России хватит? Говорят, со всеми кубышками и всем остальным где-то до конца 2024 года. Крайний случай до середины 2025. Это он сказал в феврале 2023 года. Вот учитывайте. В феврале 2023 года, а сейчас уже февраль 2024, да? То есть 2025 уже скоро будет. Как раз скоро будет эта середина. Посмотрите на то, что Набиулина там рассказывает, что будет поднимать. Она поднимет учетную ставку в декабре, наверное, 21, еще там до 22, может, процентов. Потом ее уволят, скорее всего. Потому что чем из-за уже искремечет эта там, отвечающая за производство вооружения. Ее уволят, ставку будут понижать. На что Зубков говорит, что... Нет, Зубок. Зубец, Зубец, Зубец. Сейчас директор института при правительстве РФ там какой-то финансово говорит, что будут замораживаться российские вклады гражданских лиц для того, чтобы не было большого скачка инфляции, чтобы люди при понижении станки не начали забирать денег и вкладывать их там в покупку каких-то вещей. Это очень хорошие признаки, да, ребят? Смотрите на это. То есть этот Зубков... И я посмотрел в Юге, но как-то в Юге это тоже экономика, блин, забыл как. Высшая школа экономики или что-то такое. Ну, достойный дядька, профессор там и все остальное, по-моему, профессор. И он говорит, раньше мы добывали 11 миллионов нефти баррелей в день, а сейчас 9. То есть это все идет по-накому... То есть я смотрю за то, что нефть падает со 140-150, да, 150 почти было в 22-м году цена нефти. Сейчас она 70. Ну, мало того, что она в цене падает, а это как воздуха лишается Российская Федерация. Для, как говорил кто-то еще там средние века, для войны нужны три вещи. Деньги, 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 да? Вот уже если не только цена нефти падает, но и объем ее добычи падает, по словам этого Биуэта. Это очень хорошо. А у Америки, наоборот, США 13 миллионов уже баррелей в день. В общем, ребят, не понимаете, если будет Украина, не понигуйте.